Руководитель тылового обеспечения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области оказался мошенником, который отнимал товары у предпринимателей, а деньги отдавал своей жене. Когда летом прошлого года мы готовили первый сюжет, мы и долго не могли поверить, что такая наглая преступная схема вообще возможна, а уж тем более в стенах правоохранительных органов. Схема такова. Начальник тыла Гувсин Сергей Романов заключил договор на поставку Гувсину 40 тонн сахарного песка с предпринимателем из Арзамаса Романом Романовым. Случайно совпало, что они однофамильцы. Роман Романов сахарный песок поставил, выгрузил на территории Гувсина и стал ждать денег. Но платить ему отказались. И более того, когда предприниматель обратился в арбитражный суд, суд тоже встал на сторону Гувсин. В договоре было обнаружено нарушение 44-го федерального закона о госзакупках. Возможно, заложенные туда главой тыла Гувсин умышленно. И суд вынес решение, которое позволило Гувсину не выплачивать предпринимателю деньги за сахарный песок. Цитирую. Фактическая поставка товара не влечет возникновение необоснованного обогащения ответчика, поэтому требований истца о взыскании задолженности по договору удовлетворения не подлежит, постановил суд. Но сахарный песок в Гувсин-то был поставлен. И деньги из бюджета на него были выделены. И деньги эти ушли куда надо. Фирму жены начальника талового обеспечения Гувсина, которая якобы в один день с предпринимателем из Арзамаса поставила также 40 тонн сахара. Мы были ошеломлены такой прямолинейностью в краже денег. И при подготовке нашего первого сюжета неделю вели переписку с Гувсином, чтобы убедиться. Интервью там по этой теме никто не давал, отвечали только на запросы, да и то частично. И так сначала в официальном ответе на наш запрос Гувсин заявил, что закупка сахара у ИП Романова вообще не осуществлялась. А в этот период они купили сахар у другого поставщика, им уже и заплатили. Мы послали второй запрос в Гувсин, в котором сообщили, что имеем в распоряжении договор о поставке сахарного песка, подписанный начальником отдела талового обеспечения Гувсина Сергеем Романовым и предпринимателем Романом Романовым. Повторюсь, они просто однофамильцы. В ответ на это Гувсин сообщил, что этот договор регистрацию в Гувсин не проходил. В своем третьем запросе мы спросили, а где же 40 тонн песка? Ведь выгрузка песка Арзамасским предпринимателям Гувсини подтверждена документально. Ответ на этот вопрос мы вообще не получили. Но сюжет мы выпустили, так как ситуация с мошенничеством в стенах Гувсина была налицо. А вскоре после этого начальник тылового обеспечения Гувсина написал явку с повинной. Обманный предприниматель обратился не только в нашу редакцию, но и в ФСБ. И там схему с перечислением бюджетных денег к собственным женам быстро распутали. Сергей Романов оказался на скамье подсудимых. На первом судебном заседании мы попытались с ним поговорить. Сергей, почему при закупке сахарного песка не был соблюден 44-й федеральный закон? Нужен был аукцион обязательно. А верно ли, что деньги за сахарный песок получила фирма, принадлежащая вашей жене? Вы подписали договор, который не имел юридической силы. Вы об этом знали уже заранее? Вы ничего не хотите говорить, Дэй? А почему? Ничего не хочу. Ну вы же признаете вину. Ну и что? Значит, раскаюбитесь. Да. А почему на это пошли? Как так получилось? Я не буду отвечать. Ну, я вижу, вы переживаете очень сильно. Это вас кто-то, может быть, сподвиг на это? Нет. Мы сами решили. В рамках судебного разбирательства, не судебного, даже следственного разбирательства, шло следствие, Романов написал явку с повинной, что действительно он в отношении нашей организации совершил мошеннические действия. Как мотивировал? Никак не мотивировал, просто завладел незаконно сахарным песком, вину свою признает, раскаивается, хочет возместить данный ущерб. Но пока никаких действий с его стороны не предпринималось. Заключился П. Романов РН от имени Кусин России по Нижегородской области заведомо недействительный договор поставки товара номер 239, 20 сентября 2022 года. Сахарного песка массой 40 тысяч килограмм стоимостью 2 миллиона 600 тысяч рублей. Когда должен был бы все наплатить вам товар? В рамках 14 дней по условиям договора поставки нашего. А платил, не платил когда? Оплаты не было. В течение 30 дней мы начали задавать вопрос, на что он сказал, то есть в казначействе нет денег и так далее, вас поставят. И эта вся эпопея продолжалась примерно вот так вот завтраками с октября месяца до декабря. В декабре месяце мы уже... До декабря какое года? 22-го. В декабре месяце мы уже позвонили, непосредственно нашли телефон прямо самому бухгалтеру Гусин. И нам сказали, что данного договора и поставки от такого контрагента не было. И у нас не зафиксировано. Полученными денежными средствами Романов СВ распорядился по своему усмотрению. Таким образом, Романов СВ совершил преступление, предусмотренной частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно мошенничество. Был заключен государственный контракт с ООО «Изумрут» со стороны Романова. Поставку сахарного песка делали мы, а денежные средства получал ООО «Изумрут» по госконтракту. Другая фирма, которая не поставляла. Совершенно верно. А уже и ООО «Изумрут» перечислил данные денежные средства, ООО «Контракт», как в ходе следствия это все узналось, за данную продукцию. А генеральным директором ООО «Контракт» была жена Романова. Все верно. То есть, получается, денежки пошли в семью? Не могу сказать, когда денежки пошли. Сергей, скажите, пожалуйста, почему не вернули деньги Романову, вашему однофамильцу? Вы поясните. Мы просили вас не снимать. Все они открытые. Скажите, пожалуйста, на счет Романова пришло 600 тысяч. Это ваша фирма прислала, да? То есть фирма, которой руководит ваша супруга. Мы присутствовали при заседании, слышали все. Какие могут быть дополнительные вопросы? Мы хотели, чтобы выяснили именно Сергей. Сергей, что-то можете нам пояснить? Вы написали «Я в пословине». Раскаиваетесь. Раскаивается. Все было озвучено в судебном свидании. Может быть, вы говорите с нами, два стола скажите? Психологическая помощь, что ли? Что-то сами задавали. Может, нам хочется покаяться? Можно? Мы будем свободны. Как вы и так свободны пока еще? Сергей, раскаиваетесь. Вы что-то поясните нам. Переживаете, да? Такой уважаемый Гувсин. И вот тень бросили на эту организацию. Кстати, коррупционные скандалы в Гувсине уже случались. В 2020 году были задержаны поочередно начальник управления, генерал Николай Тюшаков, а затем 8 его заместителей и других руководителей. Как выяснилось, в ведомстве была построена настоящая вертикаль коррупции. Начальники выписывали премии за откаты своим подчиненным. Все действовали по четкой схеме. Начальники рангом пониже брали откаты у своих подчиненных, затем передавали своим начальникам рангом повыше. Те, в свою очередь, также выписывали премии и тоже откаты отдавали наверх. Заместители уже осуждены и получили условные сроки. Генерал Николай Тюшаков получил реальное лишение свободы. Три года.